Ну, по поводу того, что есть люди близкие на данный момент жизни, уровня жизни каждого мышления, и ничего с собой не поделаешь, даже Господь, как мы читаем, в облике человеческом, так скажем, в Иисусе Христе, там Христос, то есть мы читаем, что апостолы написали, что он кого-то больше любил, да, сам апостол Иоанн, он же писал евангелитаны, сам про себя, получается, пишет там, типа, любимый ученик, а еще не другие, он, кстати, в своем евангелитане, конечно, а на кого-то с гневом посмотрел, то же самое и здесь, я неправильный, Серега, я грешник, и причем это не просто слова, я знаю, кто я такой, у меня нет амбиций по этому, о, вот и все, ни иллюзий, ни амбиций. Ну, понимаешь, тут опять понимание праведности, святости, если мы стремимся к святости, то уже мы как бы не те грешники, какие мы были. Да я никого, ты знаешь, я алкашей самых последних, наркоманов и блудников считаю лучше себя по той простой причине, что делать-то не в телесном грехе, а самый страшный грех – это не раскаянный или хула, да, там, на Дух Святого, то есть грех ума, тело, оно уйдет, а вот грех ума не уйдет, понимаешь? Вот почему безбожник самый страшный, да, ну, потому что он отвергает саму истину, то есть самый сок. Вот самое страшное. А там алкаш, вот тело пройдет, там останутся страсти, не останутся, я не знаю. И я такой же блудник, а то, что я что-то там внешне отказался, это не значит, что у меня в уне этого нет. Дело не в том, отказался или нет, у тебя стремление к святости-то уже есть, правильно, поэтому мы, нас и Евангелие, поэтому он уже святыми называет от того, что мы стремимся. В общем, хочешь называй, хочешь нет, я так не могу себя называть. Если Дух Божий почивает на вас, то мы должны соответствовать этому. На мне нет никакого Духа почивающего, а истину ты прав, и в лаву ослица может сказать, понимаешь. И Каиафа может сказать, что один должен простадать за всех. Господь может изрекнуть и через самого негодяя, но это не значит, что на нем Дух Святой почивает абсолютно. На ослице что Дух Святой почивал? Делать не в том, он зашел и вышел, но мы застрелимся к тому, чтобы постоянно быть в Духе. Ну, в общем, это ладно, это вот раз, это я просто чувствую, потому что у меня это уже, я не делю мир на грешнике. Ну да, ну и дальше. Для меня все разбойники, понимаешь. Ну, спорить смысл нет, потому что… Одни кающиеся, другие нет. Для меня этот образ креста и распятия, где послабил в стороне распятия, я в отцов читал, это и есть образ мира, все грешники, просто одни каются, другие нет. И вроде как кающиеся просто могут себя праведниками называть, не потому что они правильные дела, а потому что они признают свои грехи, вот и все. Одни исповедуют, другие нет, а нет правильных никаких. Ну, в моем понимании это ладно. Я сам в конце апеллирую не потому что они истины, ты понял, да? Для меня истина – один Бог. Вот. А просто потому что это может быть умная фраза, она может быть просто корректно сформулирована, очень ярко. Вот и все. И да, ставь вспоминать, как он говорит прямо про меня. Вот что да, вы не смотрите на что наш народ делает и творит, а вы смотрите на то, к чему он стремится, к чему он желает, да? Ты знаешь, я вот задумываюсь уже в последнее время. У Осипов, я понимаю, у меня что начинает вот эта мысль приходит в голову. Он же тоже, по сути, своими ссылками заменяет живую веру опять все. Вот ссылки, кто там будет читать, кто способен это все читать, кто там читал в первом, в третьем веке, когда их еще не было отцов, да? Конечно, Серафим Саровский сказал, что вы своим богословием заменили жизнь в духе. Я согласен. Ты никогда не найдешь ответ, как поступить, куча примеров в жизни, где ты будешь колебаться. Ты и там сделаешь своим поступком, и тому и тому навредишься, даже не понимаешь, как правильно поступить. Какой-нибудь президент, у которого вообще куча областей, он понимает, что кто-то будет все равно страдать. Как вот поступить по совести, поистине, чтобы мир был в душе, это никак. Такова жизнь, действительно, в пещеру уходишь, на все это наплюешь, по-моему, один выход. И там исполнять заповеди, какие ты можешь по-настоящему там со страстями, со своими желаниями бороться. А внешне ты вот три человека, мы уже друг друг не понимаем, когда это... Ведь совестью, одной совестью можно уже спастись. Ну и Евангелие нам тоже будет об этом, что язычники, они другим судом будут судиться. А совесть, согласен, у меня есть смысл просто была. Конечно, совесть используют, даже в Ветхом Совете я там есть... Нет, в Ветхом, по-моему, нет вообще слова совести. Я как-то, по-моему, забивал специально, посмотрю. Или там несколько раз используется, но для такой книжки это ничто там. И то, по-моему... Я не понял, по-моему, даже нет там совести. По-моему, даже я забил нет. Я считаю, что совесть это ужасное слово. Оно беспонятейное, оно введено неверующими людьми. И даже такие, как Василий Великий уже применял, а он любил тоже все краешки подмазать с миром, какой бы он там ни был. Он почему к своим был очень строгий, а как казалось, где-то миром мог там... Его же даже этот Григорий Богослов обвинял, если не помню, что ругался, когда он там слишком мягко был с орианами там и все это пропускал, пытался тоже какие-то консенсусы искать. И он даже его об этом обвинял, они даже поругались и расстались там на год, что ли, они не общались. Вот. Совесть это ужасное слово. Я его вообще теперь не воспринимаю. Есть голос Божий. Это разные вещи абсолютно. Потому что у меня есть, грубо говоря, ум, сердце, чувства, там, я не имею, физически это лишь образ, вот, это образ души, умственная вот эта часть, которая все видит, слышит. Желательная часть, сердце, ну и телесная часть, грубо говоря, сейчас, а там душа, не важно, какая будет, насколько она материальная. Поэтому, ты почувствовать можешь, как все свои отцы спишут, да, из читаний, из писаний. Тебе Бог либо в ум, говорит, то есть ты понимаешь что-то, либо в сердце, это называется чудо, то есть предвидение, предчувствие, чувство сердца, да, область. И пред, грубо говоря, как это назвать, телесное, когда ты, как говорится, телом чувствуешь, или Бог тебе болячку посылает, ты падаешь, или тебя трясет, или ты, как говорится, ну, в общем, какие-то физические, на уровне физических, тактильных ощущений, вот и все, тебя кто-то останавливает там, неважно. Вот что такое, я лично считаю, голос Божий, а не совесть. Совесть вообще не в то, и святых не пытался этот орган, когда питались там, вот, с этим, антропологией заниматься, учением о человеке, все это понять как-то, природу человека. Практически нигде это не употреблять, потому что какой-то непонятный орган, где он стоит, эта совесть. Ты должен с Богом общаться, а совесть уже получается все, да, Бог ушел. По сути, и неверующий все, для меня он слышит же голос Божий, конечно, Бог каждого вкладывает и ум. Вопрос он слушается или нет, вот и все. Подожди, ты просто слово совесть передаешь какое-то иное значение. Совесть это и есть разговор с Богом, совесть, совещание с Богом. Но если у нас есть уже слово, голос Божий, Бог и слух, зачем еще какие-то слова в непонятные упаде, я просто не понимаю. Слово совесть, это ты уже опять вот этимологически там пытаешься, совет, а с кем совет-то? Сам собой я советуюсь, как язычник, конечно, посоветовался. Но смотри, совесть, она существует. А голос Божий, очень правильное словосочетание дураку, понятно, как ты живешь. Слышишь, я живу по голосу Божьему или там, по Божьему. Нет, но это опять же я тебе говорю о том, что совесть, смотри, можно к неверующему человеку, язычники через это будут спасаться, через голос совести. То есть они, не зная Бога, они будут спасаться. Я бы так сказал. Насколько он в суд будет, настолько, насколько, когда он слышал голос Божий, а он услышал у меня сердце и тело. Вот настолько, сколько он с ним соглашался, он и будет так же, как и с тобой судиться. Потому что когда он шел на убийство, неважно там, во первое, Бог ему говорил, не надо, не делай этого. Он чувствовал это, он чувствовал мерзость этого, он чувствовал, что будет осуждение, что когда он это сделает, откроется, мама и папа будут очень сильно расстроены. Что он не чувствует, что он идет на черное дело, каждый чувствует эту тьму сгущающуюся. И вот если он соглашается с ней, вот он будет судим Богом, на самом деле. А это опять какой-то совестью. Да когда с десятого убийства, уже там мало чего говорить в нем собственного. Но он может чувствовать эту тьму. То есть, вот о чем разговаривать? Если человек попадает там на остров с туземцами, да, он может быть научен через совесть. Он же может научен быть Богом. Конечно, конечно. Ну, конечно, не хотелось бы, но все равно после этого я о чем мне, мысли думы какие, что как теперь можно вернуть свое отношение к нему, да. Ну, я его, и знаете, начальник, как бы, и не относилась к нему все-таки нелестно, да. А после этого как его можно уважить? Ну да. А зачем менять, если он не покаялся? Как ты будешь менять отношения? Это противостояние стоит, просто наша маленькая победа мы пока взяли. Вот и все. А что ты поменяешь, если он не меняется? Причем тут это? Я говорю, сердечно, лично мне стало легко жить в этом плане. У меня страх это погибет для меня. Для меня только любовь спасает. Я ему ни зла не желаю. У меня он такой же дедушка и отец. Но сейчас он не прав просто. Вот и все. Я не могу ему сказать, что он прав. Он не прав. Он идет против… Он… И причем, действительно, он идет против прям Бога. Как можно с мусульманами решаться в таком плане, дагматическом? Ты что, не понимаешь, что ты делаешь? Это же отречение от Христа. Потому что, что с ними примириться, тебе придется… Им всем придется отречься. Им не отчего отрекаться. У них Мухаммед пророк, Бог там, Бог. И все-все хорошо. А ты отречешься, а Бог-то воплощенный. Для нас Христос, я говорю, Бога-человек, понимаешь? Это очень важно. А католики давно действительно прикрыты сатанизм. Значит, так и есть на верхах. Если там… Обычные люди, может, что-то не понимают. И там какие-то священники, может, стараются жить по-нормальному. Но там верхушка сгнилая. Всем понятно. Что там непонятно. Какие-то банки Ватикана. Все это как у нас. Что про Кирилла. Все это смех, конечно. Какие-то машины. Не знаю. Был бы монах, жил бы спокойно. Голос я не забивал. С голода не помрешь. Ты в любой приход приди, тебе ноги лизать будешь. Зачем это все? Я не понимаю, конечно. Просто живи. Просто живи. Честно, открыто людям делай добро. Да, вроде как все понятно. И просто у тебя радость познания Бога, что это не какая-то невидимая сущность. Это не дядюшка там на небе какой-то. Он воплотил. То есть, вот, апостолы ущупали. И у нас потом у всех будет какая-то возможность там общения. Не важно, какая душа, раз он там пятьсот одновременно мог там явиться апостолом. Мы не знаем будущих сущностей. Но уже понятно, раз он дал апостола. Что происходит из чего? Из того, что мы правильно прославляем Бога. Вот оно наше православие, а не в обрядах. А прославляем ты его чем? Жизнью, а не словами. Ну, в совокупности. И слова, и дела, и все. Ну, без жизни тоже, если ты ходишь и что-то не делаешь, это тоже. В смысле, если твоя жизнь не соответствует твоим словам. Вот видишь, оно новое, вот в чем оно вечное Евангелие, оно и заключается в этом, то, что видишь, утонули в религиях правилах, а Христота так и не познали людей. А вечное Евангелие, оно в этом и заключается, в этой простоте. Ну, я согласен. Оно и есть в этом самом православии. Суть православия, она настолько просто вообще. Вот действительно, о Духе Святом, потому что и можно Осипа заменить отцами, можно Духа Святого заменить. Это меня тоже начинает возмущать. Потому что я вот пришел к этой точке. Бесполезно уже что-то читать. Ты будешь всем что-то доказывать там. Ну, Серафим, что я буду ссылаться, кто хоть раз читал, ты же знаешь, что я не в руку приводя вот эти там, смотовилу, кто читал эту беседу. Пусть ты сейчас не читаешь с монитора там или с книжки, но все же знают прекрасно, как это было, кто читал. А кто не читал, или он читает и по-своему видит, он будет с тобой спорить. Понимаешь? Ты говоришь, пусть они послушают Осипова. Понимаешь, у нас у людей существует такой фактор, одного мы будем одно и то же говорить, но меня он не примет, понимаешь, человек, а тебя примет. Вот как-то, я не знаю, на каком уровне это происходит. Ну, это да, я согласен. Да на каком? На кровенном уровне это происходит. Ну да, да, это по плоти. Это я согласен. Поэтому ссылаться на это нельзя, если говорить, то чем больше, тем лучше. Я вот ролик случайно Смирнова, там две минуты, он реально сказал троице, бог, отец этого мужского начала, бог, дух святой, это женское. У меня прям ролик, я его скачал, чтобы потом не искать, где-то потерять, где-то реакцию. Я хотел на него даже комментарий сделать, когда вот это все пошло, где я там про троицу записал. Я, кстати, до этого ролика записывал. Вот он по этому экуменизму этот уже, ему ведь все нравится, потому что он не понимает, кто такой Христос. Он тебя так же отречет. А не икону, ты посмотри, сейчас в храмах бог, отец, старец, сидит Христос и Богородица. Видел икону? Ну, это как Осипов, да, прикалывается. Когда он говорит там, Никола, Никола, ну что такое троица, как проповедь? Ну, он говорит, Христос, Богородица и Никола. Ну, Никола, что троица? Тот проповедник опять с жаром два часа ему догматику. Понял, мужик? Понял. Что понял? Ну, кто такая троица? Богородица, Христос и Никола. Вот наша вера, понимаешь? Нет, я не спорю, просторы интернета намного лучше. Я вот в наш храм, я сразу бы слова не сказал. Я когда повел эту катехизаторскую, я понял, что какой приход, такой и Бог. Вот им и дали младенцев, потому что там приход недалекий, понимаешь? Триста человек на праздники по четыреста ходят в деревья. А потом я понял, что там никому ничего не надо. Когда им Евангелие, книжку показываешь с буквами даже, они даже не понимают, что это такое, потому что им эти буквы не знакомы. Ну, Иосифов тоже, он где-то было в Днепропольске. Он говорит, что православным выгодно быть, да? Помнишь где-то он? Ну, это я сегодня слышал, ты с этим беседовал, про антихрист. Это говорил Блес Паскаль. Он цитирует Блес Паскаль, он говорил, что если ты, типа, веруешь в Бога и живешь по западу, и вдруг после смерти есть вечная жизнь, то ты много приобретешь. А если, типа, ты будешь жить как сволочь там и не исполнять забытья, и вечная жизнь есть, то ты потеряешь. И причем, ты и в этой жизни страдаешь. Ты можешь в тюрьму сесть, я мог тебя убить, ты там ударил, так тебя там поймали. А если нет, так ты даже в этой жизни приобретешь, если будешь жить нормально. Но если там ты приобретешь все, а там ты все потеряешь. И здесь возможно. Да, вот я Осипова люблю. Мне нравится. За что я опять люблю? В нем много недочетов каких-то. Я тоже не согласен с этими вещами. Но вот его подача, его искренность, я понимаю, что он заблуждается искренне. Я в это честно верю. Он так чувствует, он так видит, ему так кажется, что вот так это правильно. Вот Кирилл Бундяев. Я понимаю, что он, может, ему тоже так кажется, но он идет совсем не туда, это опять же вам мнение. Тут какую тему не возьми, там, молитвы Иисусова та же самая. Я ее не понимаю. Я не пытался практиковаться. Я не понимаю, почему надо даже молитву Иисусова помнить, как мантру. Если для меня вот Бог живой. ты с ним разговариваешь, общаешься, там, парень в твоем ролике, там, я там, если ночью нападаю, ну, все, которую ты вынужден, там, я тебе молитву. Что это творит? Что значит творит, как будто тебе молитва спасает, там, ты бубнишь ее, ты просто к Христу обращаешься. Для меня он всегда живой. Я не могу понять, как можно его, ну, вот оно, как он, есть здесь, он же все, если он там мог являться пятисап, он везде и всегда. Дух, тем более, святой какой-то, если там, конечно, не раздельно, но вот как-то все вместе. Для меня это нет проблем. Для меня, что такое молитв Иисусова? Посмотри, что на Афоне сделали, там, имя славил. Это же вообще, какой-то, там, вот этот, в 50-х раскол был. Ну, как можно имени, опять вот это, это опять все буддизм, опять приводит. И это, конечно, не могу, да. Можно такие вещи говорить, я не знаю. Мне кажется, нужно говорить, потому что это тоже превращает. Я даже не понимаю, зачем идет какое-то медленное повторение, внимательное. Кто это придумал? Ну, да, там, отцы, как-то потом перешло это. Хотя это не от Антонио далеко, Велико. Он сказал вообще по-другому. Хотя там есть у него фразы, обращая имя. Ну, как пишут. Откуда мы можем доверять сто процентов синодальному переводу или эти. Это Антонио Велико вообще никто не писал. Это потом собиралось, потому что он вообще там был чуть-то не фольклорным таким. И короткими фразами, да. Потом... То, что они сделали из этого, конечно, чистый буддизм, а что они превратили. Чистый, даже медленно какой-то сидеть по четкам. Я этого понять вообще никогда не мог. Да я вот, я могу что-то делать даже на огороде, но я разговариваю с Богом. Господи, что-то устал, все надоело от всего. Я просто... Да мне Бог живой, вот как мы с тобой сообщили. Я вот так живу целыми неделями. Я просто говорю... Раньше просто я думал, что я сам с тобой говорю всю жизнь. Да-да-да, там, Евангелие. Теперь я полностью с кем я говорю просто. Вот и все. Да, он мне не отвечает явно. Я как от Игоры-то не надо этого желать. Хотя мне бы хотелось удостоверения, что я не тут с ума схожу, и что то, что я слышу ответы на свой вопрос, что это не я опять сам с собой, а уже реально с Богом говорю. Раньше лучше я сам с собой. Я сам себе задал вопрос, поразмыслил сам с собой, и ответил, и принял решение. Вот. Мне, конечно, этого не хватает, какой-то убежденности, что Господь со мной говорит, что вот это мысль от Бога, там, это не от Бога. Что в храме, что без храма, мне без разницы. Я могу перед смертью не причаститься, для меня это вообще. Мне никто не нужен будет перед смертью. Я хочу вообще один помирать спокойно, с Богом. Хоть как-то покаяться, как сам, хоть и не исповедую, а тупо сам знаешь, что перед смертью будет тупо проливать смертью. Господи, просто так на халяву, прости за все, ничего не сделал. У меня, знаешь, какие страхи есть? Никакое причастие меня не спасет ни до, ни после, ни перед смертью. Просто прости на халяву. Я, знаешь, что боюсь не примириться. Вот, допустим, у меня с матушкой бывает что-нибудь весь на ночь с ней, знаешь, ну, что-нибудь делает не так, я там гахну, или что-то сказал такое, понимаешь. И все, и мы на ночь уходим друг от друга, не примирившись, понимаешь. Я вот в этом состоянии боюсь умереть, когда с кем-то ты остаешься. Я понимаю, допустим, как люди, многие жалеют о потере близких или кого-то с кем-то, а они потом до конца жизни себя ухоряют в том, что как же я ничего не сказал. Так я поэтому и стараюсь жить каждую минуту в мире, как ты же. Я ни на кого не злюсь, ни на это, потому что зачем мне это надо? Ни на того, ни на сего, ни на кого, ни на Гундяева, там, я ни на кого вообще не держу зла. Было, раньше было, там, на родителей, а сейчас все ушло. Потому что все это ерунда, понимаешь. Ссоримся из-за колбасы какой-то. Вот у меня есть один вопрос, который вообще никто не поднимает, я знаю. По крайней мере, я это себя вообще никогда не слышал. Я говорю, все вот говорят о страданиях, правильно? В принципе, ну это, конечно, надо принять вот эти две аксиомы. И грех, допустим, мне очень нравится это учение, я считаю это православное случение, там, неважно, осьписка и отцов, что грех это рано самому себе, в любом случае. Я что-то делаю, убиваю животное ради своей жатвы, я не себя кормлю, я ничего хорошего не делаю, я убил живую душу, которую Господь не разрешал, и у меня внутри сидишь, что этого нельзя делать. Я обозвал человека, у меня самого гниль внутри, у меня темнота появляется и, как говорится, пространство уменьшается, как все святые говорят. То есть, грех это рано самому себе однозначно, в любом случае. Если так, я могу жить по закону, и вот, меня не устраивает букву, да, там, юридические законы сверху вниз спущены. То есть, можно жить по закону, как ты же совести, духа, Бога, да, то есть, понимать, что, когда в тебе темнота, значит, неправильно, то есть, жить по чувствам, да, ума, сердце и тело, там, вот, ну, совести, все это. Я называю, что ум, сердце и тело, и голос Божий, да, слушаешь его, и когда ты чувствуешь темноту, это есть голос там, вот. Хорошо, а вопрос удовольствия. Серафим Саровский сказал, если бы кто-нибудь знал, какой это благодать, там, и радость, и старство Божие, он бы на тысячу лет себя закопал, типа, с червями. Так получается, это опять корысть. Я же не готов на веки себя в червяки закопать. Я на тысячу лет готов ради царта, я ради чего-то готов. Это не просто, вот, я готов вечно страдать из-за любви кому-то. Где эта грань удовольствия? Получается, они лишали себя удовольствия для удовольствий будущих, или что? Они лишали себя телесных удовольствий для удовольствий духовных? Нет, они с чем? А мы подражаем Христу в этом случае, а Господь, какие удовольствия это, это, себя... Ел он тебя ни в чем не ограничивал особо. Хотя постился 40 дней, где опять грань, кто ее может определить, как я должен чувствовать? Я-то себя пост держу по жизни один, как и держал их в миру. Я считаю, что ожирение, если это совсем не Божие попущение, какая-то там болезнь, да, какая-то там, нарушение баланса, только не после того, как он жрет самыми днями, и у него нарушается баланс, он уставит диабет, когда он уже 100 килограмм, и у него уже понесло накатом, нет. А когда он действительно, там, есть люди с детства, да, вот тоже, там, дети рождаются какие-то с нарушениями, вот. Для меня простой пример, я по животу служу, у меня он тоже растет. Я, знаешь, как в этом определился для себя? Я чувствую, что это, опять же, та же совесть, вот, вот, она меня кормит, матушку, да, там, какое-то пирожное, она вот дает раз, ну, мне нравится, она вкусная, да, и я чувствую, ну, все, я наелся, допустим, она, ну, что, может, еще немного, и тут у меня возникает, тут раз такая эта планка возникает, так, я могу еще съесть, вот, вот, но для чего это будет, понимаешь, если я съедаю кусок, а он, как бы, уже идет в противовес совести. Ну, да. Ну, а вот раз-то ты съел, ты же получил удовольствие. Это плохо или хорошо? Ну, а почему у нас, нам Бог создал рецепторы ощущения, а почему это плохо? Так зачем мы лезем этими обрядами, опять этими, вот, этими правилами в постель к супругам? Они что, сами не понимают, когда хорошо это, а когда плохо? Почему мы все время в рамке, там, среда, суббота нельзя, это можно, это нельзя, кто лезет, кто имеет право на это лезть в чужое? У одного один организм, у другого другой организм. Ты насытился двумя, так же я одно съел, а может, кому-то половинки хватит, а кому-то два, и он понял, и у него только потом голос, откуда я со стороны могу узнать, когда с ним Бог заговорил, вот как ты говоришь. Не когда букву поговорил одно пирожное, а когда Бог ему сказал, хватит, и ты услышал, и что ты делаешь? И тут ты уже выбираешь на распутье, согласиться с Богом или не согласиться. Правильно? Я-то не знаю со стороны, когда ему Бог сказал, а сижу за столом у вас рассуждаю, сам сухарёк съел и думаю, вот негодяй. Хотя сама сухарька получил удовольствие. Вот вопрос, кто его, кто ставит такие вопросы? У меня вот так, знаешь, можно вот так вот людей подводить, как Сократ, не утверждать ничего, а рассуждать на эти темы. Потому что даже Осипов не может, его можно опровергнуть его же словами. Я могу любую его тему тоже доказать, что он не прав. Абсолютно любую. Потому что я прослушал всё, понял, как он мыслит. То есть его же словами прямо можно опровергать. Можно нарезку сделать, можно дуэтом это делать. И меня также можно и любого. Эти рамки невозможно определить, они даже... Буква это просто Г, есть Дух. Вот в чём радость жизни. Только тогда ты будешь жить в мире. Никогда ты по Бухе в мире жить не будешь. Ты будешь всё время... А невозможно рамки эти установлены для тех, кто ещё не живёт по Духу. Понимаешь, они как есть путеводитель, может быть, духовного. Ну да. Нет, ну если вот ты хочешь такую планку взять, и мы для таких людей будем. Потому что о Бухе я не хочу. Я там, ладно, я вас послушал. Есть кто будет о Бухе говорить, понимаешь, людей там в кандалах держать там, да. Да никто не следует. Я сегодня это всё лукасство. Люди не живут по Бухе сегодня. И верующие, не верующие, никто. Да кто, где ты знаешь хоть одного православного, который постится там или что-то прочее? Ну, не многих я таких не видел. Ну, они, ну, есть, да. Но опять же, они не всё исполняли. Это я тебе говорю, вот один Лапкин, он единственный православный по, если по Бухе так. Ну, православный ли он по духу? Я бы хотел такие вопросы поднять, потому что это надо либо к Осипову идти, но опять же, уже скучно к нему идти. Я и так всё знаю, что он ответит, понимаешь, заранее. А мне эти ответы тоже не совсем устраивают, потому что они тоже подогнанные, и они его же сопротивляются. Вот живой пример, как на это всё ответить. У них куча вопросов. А всё сводится, все дороги ведут к Христу, всё к Духу подходит. У меня были вот эти моменты познания вначале, я тоже не понимал, что там троица, как молиться Отцу, Духу, Христу, какие-то разногласия, что троица. Я вроде знаю, что троица равно единице, единица троица. А молюсь и только потом, когда вот до меня это всё, ещё я сколько слушал и Осипова там, и когда это открылось, что это вот, как я оболочка, вот я, ты же ко мне обращаешься, внутри-то я Дима, я личность вечная. Так и я на Христа тебя смотрю, это ум Отец, это Дух в нём. И это его просто, действительно, Господь может вот себя вот так, чтобы мы видели его, как я могу сделать какую-то, сейчас могут делать даже клоны или какую-то компьютерную проекцию будет потом, а сейчас это вот так вот, то есть мы тоже можем как Бог сделать порогию, потому что мы действительно его образ, мы даже всё творим так же, мы тоже пытаемся себе подобных творить как бы. И по природе можем это делать, Господь так сделал образ и подобие. И то же самое так. Как бы там ни было, конечно, три в одном заключается, это однозначно. Три в одном, у него есть какая-то оболочка, потому что деваться некуда. Чтобы невидимое стало видимо, нужна проекция, вот как экран от этого, кино идёт, всё, вот это и есть. То, что ты видишь на мне, это мои действия, мои мысли, они отпечатываются вот на этой, если так шарик нарисовать, если я компьютерной графикой владел бы, можно было бы такой видеоролик делать. И там мои мысли отпечатываются, все мои поступки, вот и бабушка берём какой-то такой мультик, знаешь, где и на шарике, и на сфере это всё отпечатывается, как телевизор. Вот это так. Так и Христос говорит, вот посмотрите, что я делаю, вот Бог, вот оно, я добрый, кроток и смиренный тут же заходит в храм и разносит всех. Люди не понимают этого, что такое кротость, смирение, это разные вещи. Это дух. Делал это из любви, что он там кого-то, кто-то пострадал, что руку, ногу сломал, это вещи. Столы эти надо было разметать, конечно, что они там устроили, бараны орали на всё это там, скотобойни устроили вместо храма, что это такое-то. Причём это ещё мало, потому что это человеческие заповеди, вот уже тогда-то были. Почему они делали? Потому что это не Бог говорил. Он ссылается на заповеди Моисея и говорит, вам сказано древним. Отцы толкует как древним пророком, естественно, а не Богом. Бог не бывает древним. Он вот сказал, он везде называет Бога отцом, он никогда не говорил так. Вот жалко, что слово пророк не стоит, но отцы толкует, вам сказано древним, а я говорю вам, я Бог. Он потому что с отцом сказал, отцом сказано, а я вам говорю. Он говорит, вам сказано древним пророком, не убивай, а я вам говорю, вам сказано там, не кради, а я вам говорю. Это вот действительно, Осипов молодец, подчеркнул, у меня как-то это забилось с головой, то есть даже, вот, пожалуйста. Но при этом он ссылается на Писание, он говорит, то, что Бог вначале я сочетал, то есть Мунисей тут правильно записал, как-то, да, ничего не подковеркнул, хотя он и говорит, но при этом он вам по жестокосердию, то, что вы вообще звери лютые, жопа там своей душили. Все по жестокосердию, да. Смотреть не мог, дал закон. Он говорит, я не могу сказать, что это не закон жизни, закон жизни любой, а то, что вы не можете по любви поступать, говорит, это ваши проблемы. И он по жестокосердию не смог это, как говорится, вам это убеждать, потому что вы все равно тогда душили. Кто-то дал разводное, а на другой живился. А у них тогда, видимо, нельзя было. И он что-то там толкует, я что-то не стал, мне надоел в этих кашах. Когда-то начались в трусах повыряться тоже немного. Действительно, Господь сказал, любовь есть любовь, вот и живи, ты что там, ну, есть неприязнь. А когда тебя похоти раздирают, то ты готов ради этой похоти действительно вплоть до убийства пойти или там. Конечно, началось все это. Ось, ну, уже вопросы ставит, он все время ставит вопросы. Он говорит, ну, хорошо, муки вечные, да. А как же тогда, вот простой вопрос, вот чем и я хотел бы заняться, да. Хорошо, молитва Иисусова, а как же Бог, да, как же мантра. Мы же тем же самым занимаемся. Почему у тебя ее обязанность творить хоть пять, хоть десять, или какую-то буквоедскую, даже вообще любую молитву по бумажке. Тут вопрос опять, а кто ее сейчас, кто этим занимается вообще? Ну, правильно. Мы все-таки считаем, книжки никто не занимается. А кто занимается, имя сладко занимается, думает, что сто раз и все, и какое-то благо. А ну вот молитвы, допустим, сейчас молитвы там сорок раз, там, Господи помилуй, да, это вот храмовые молитвы есть, церковные такие. А как, вот, я себе вопросом задавался, да, а как ее, кто считать-то будет? Вот ты говоришь, Господи помилуй, а считать, кто ее будет? Они стоят, считают, пальцы загибают. Пальцы загибают, да. Ты ни разу не видел, что ли? Нет. Абсолютно все на оклиросах всегда там, ну, кто как, кто пальцы загибает, кто там что-нибудь считает. Так это же идет не молитва уже, а идет сгибание пальцев. Сознание у тебя, должно сознание посвящено Богу быть, а оно у тебя идет на сгибание пальцев. Да и дело в том, что нужна умная жизнь, духовная, как ее не назови, жизнь во Христе, покаяние. Что твердить, Господи помилуй, если ты еще не согрешил? А человек, который просто живет, даже сейчас мысль, ну, понимает, там плохая мысль пролетела, он за что-то, Кай, за душу, Господи, ну, прости, помоги мне не мыслить, там, или сам себя пытаешься, то есть ты работаешь над собой. А что толку утвердить-то? Ну, Бог из тебя робота может сделать, ты не будешь, у тебя мозг не будет вырабатывать эти мысли, в чем смысл-то? Твой смысл в выборе, принять это или не принять. А забить себе голову машиной, пленкой, я не понимаю, в чем разница. Но можно другие красивые слова, можно слово любовь твердить, дружба, красота, какая разница, голову забить, чтобы мысль какая-то, так сказать, не рождается. Там тоже есть ошибки, там нет единогласного мнения, ведь святые многие называли непрестанную молитву, это все, это совокупность, а слов много об одном и том же. Что непрестанная молитва, это все вместе, это исполнение заповедей, это и молитвка, и свечечка, и чтение Евангелия, и духовная беседа, и это называется у апостола Павла непрестанной молитвы. Вот, пожалуйста, Исаак Сирин об этом писал и многие другие, и Симеон был в Богослове. Ну, смотри, вот сам факт забивания головы, ты говоришь, забить голову, может быть, это и есть то, о чем, чтобы дух не входил в человек, ему надо голову забивать, вот, именно. Ты знаешь, как в 18 веке, я не помню, кто из священников говорил, что если народу сейчас дать Евангелие перевести, да, то начнется революция, то есть люди тогда не знали писания, они жили вот именно с забитой головой, понимаешь, они не просвещены были, они делали то, что им говорили, вот. А сегодня люди начали, почему, ну, не многие опять же, начали думать, почему, потому что дух стал работать, они узнали живое Слово Божие, вот, они стали размышлять, видишь. А опять же, а не эти молитвы, ничего, голову забей себе, чтобы у тебя не было свежего рассуждения, да, чтобы дух в тебе не работал. Ну, я согласен, не ошибаюсь. Просто, мне кажется, нас до этого вздернут, вот и все. Ну, хорошо, а что ж? И перебьют там на площади к планкам, к вертикальным. Ну, просто для многих внешних критерий, что если тебя внешнее общество не принимает, значит, ты неправильно делаешь, я согласен. А почему? А почему? Как можно противиться всему миру? Ведь демократия же большинство права. Христос не так. Христос не так. Христос не так. Мне всегда поражало, что распяли истину, представляешь? Мне всегда это так поражало. Ведь он же мог каждому сказать, он же видел душу, видел ум. Почему у меня была вот эта ревность, потом прошла не по-разному-то. Я думаю, как? Он же мог каждому сказать. Я-то гадаю, сижу там, что-то несу на этом, какие-то свое. И человек может, что это неинтересно, может, другие вопросы в половине сейчас ответят. Аминь. Христос же мог с этим делать. Он, в общем, так и делал. То есть, настолько были безнадежные многие люди, ему нечего было сказать. Он уходил там, говорил не то, тупо говорил, что мне нечего вам сказать, да, ничего я вам не покажу, потому что бесполезно. Вы вообще, вы противитесь сейчас искренне. То есть, в Дух Святом, то есть, вы реально не хотите отвергать уже на камню. Не важно, что я сделаю, хоть сейчас небо упадет на землю. Вам бесполезно. Непрошибимая стена. Это меня, конечно, поразило. И у меня прошла немножко эта ревность. Я думаю, не все в наших силах погибали. И Гитлеры все уходили без покаяния, как так назовем внешнего. Куча людей. Это из известных. А так каждый день уходит. Я понял, что надо тоже как-то... Христос ходил, он же не всему миру проповедовал. Пришел на какие-то три года, ну, сколько жил безызвестно. Всего лишь три года проповедовал. Всего лишь своим. Евреи. И все как чудным показал божественным образом, опять распространяется это все. Потому что Дух, да, святой. Если я не пойду, Дух истинный не придет. Вот и все. Истинный, я вот с Калиньком тоже разговаривал, раз в два или три повторил. Я говорю, Саша, ты вот ищешь, ну, привлекаешь к себе толпу, да, ты хочешь как можно больше народа. А чем можно вот вообще руководиться, да? Смотри туда, куда идет толпа, и иди в противоположную сторону. Вот где много, там нет истины. Где вот скопление людей. Ищи вот наоборот там, где вот меньше. И зачем ты вот хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы больше, чтобы там тысячи людей. Миллионы хочу, чтобы узнали. Какие миллионы? Они эти миллионы тебе и разорвут на куске. Там один вот какой-нибудь появится противник, да, революционер, и направит эту толпу против тебя. Толпа, шуткая толпа, не скоплеть. Народ вообще боец массового. Вот этого мнения или что там, массовости. Вот это, это вообще страшное дело. Толпа, они вот кричали, а отца на следующий день взяли и распилили. Это меня вообще поражало. Ты видишь, оно же это было и по сей день работает. Как они, как они организуют вот этот, я наблюдал этот майдан, как происходил я вот от первого дня и все собирал ролики. Конечно, а для меня не сам, сам факт вот этой революции, а для меня было интересно, как это все происходит на таком уровне, да, насколько люди ведутся вот за этой информацией. Понимаешь? И насколько это, и люди же понимают, как программировать других массу, толпу людей. И человек, я всегда вот в жизни всегда боялся вот этих, знаешь, собраний каких-то, ну там, собирались демонстрации какие-то, потом День города какие-то, знаешь, отмечали. Я всегда боялся ходить на эти, там теряешься, ты как личность там исчезаешь. Вот, и мне самоидентификация такая, я боялся потерять вот эту страшную вещь. Тут я тебе похожее чувствую. Я почему и сейчас, я даже церкви отчасти как-то побаиваюсь. Мне нравится свобода. Вот, мы все живем каждый день, каждый день можем общаться и проявлять свою жизнь, свою любовь, там еще что-то. Собрались, да, покушали. Какой-то, и дух чувствуется, понимаешь, может быть, и толпа, это круто, это будет вообще, царство небесное, вся толпа в любви пребывает, да, у нее нет, никто никого не задумается убить, никто никого не соблазнит, там, да, дух внутренний или сатана. То есть, да, ну сейчас-то ты привожешь к тебе такое ощущение, что там не дух любви витает, да, а тебя тут же свои разорвут. Поэтому такие толпы меня самого-то-то страшили. Я думаю, такая масса людей просто, мы стадо, нас напугали, и мы побежали. Не важно, что впереди люди. Ты понимаешь, ты сейчас побежишь все, и мы... Да ты стой, не важно, пусть там тебя лев произойдет, да, ты вообще будешь с ума сойти. Ты погибнешь, ну вот герой, надо же как-то... Жизнь-то какие ценности иметь? А так все, инстинкт зверя, да, да, бухали, побежали все, и все друг друга затоптали, матери, детей собственных, и так далее. Это дурдом, конечно. А это все потому, что ума нет тут. Живем по животному. Я в 90-е годы был в Москве, в общем, я не знаю, где там рынок, рядом с Останкиным, где-то рынок какой-то был, вещевой, и мы пришли на этот рынок, понимаешь, а там раньше как, короче, устраивали провокации, бросали взрыв-пакет в толпу, вот, то есть многотысячные, там, я не знаю, десятки тысяч, и бросали пакет, взрыв-пакет, и кричали теракт, вот, а как раз тогда в России теракт произвели. Представляешь, и вот эта многотысячная толпа, она срывалась с места и бежала, и бежали в панике, орут, и она, понимаешь, она, возраст каждой секунды, она все больше и больше и больше толпа, и там люди бегут друг по другу. Я вот попал, вот это ощущение, ощущение стадности, я испытал на себе, понимаешь, ну, я все равно не повелся на это ощущение, я отбежал в сторону, залез на этот настол, на фонарбный, вот, и смотрел на людей со стороны, с высоты, мне, я в ужас пришел, понимаешь, насколько люди вот это, вот этой стадности, человек превращается, люди падают, представляешь, она падает, бежит с нее босоножки, эти соски какие-то по ней, по голове, и вот, сколько он там продавших людей, потом был там кровистый. Ты понимаешь, вот ты все время такие вопросы задаешь, у меня, я же говорил, родителей никак не воспринимают, но я своего отца очень люблю, а он любит меня, я знаю, он читать не может Евангелие начать, понимаешь, читает и выкидывает, а потом такие вещи, я его поведение знаю, насколько он кроток, потому что он подполковник такой, и был всегда, он был начальником части ФСБ, ВСО на Минской, но когда я его узнал с другой стороны, я был в шоке, понимаешь, он действительно кроток и смирен в образе Христа, понимаешь, не надо, он, у него часть там спуску не давал, и таких моментов куча, он для меня вообще идеал в жизни, по сути, вот такой, я удивлялся, я в нем столько открывал для себя, хотя я к нему предвзято очень часто относился, ну как-то, ну что он меняется с годами, да он не готов принять Христа в телесном виде, там, Евангелие прочесть, я не знаю, ну что я отца своего в ад пошлю, и я с ним пойду, понимаешь, или что для меня за Бог, который его в ад пошлет, а меня врать, да я хуже него сто раз, я не могу в это поверить, ты понимаешь, кто верит, пожалуйста, а я не могу в это поверить, для меня жизнь вечна, и развитие вечное, и душа, и там, вечность это не какая-то мертвичина, все замерли в аду, в раю, и все их как статуры, одним как деревья, хорошо, другим плохо, нет, это будет жизнь продолжаться, потому что там не женщины, не выходят замуж, все правильно, потому что здесь эти ячейки общества, это далеко не идеал, мы все вот так замыкаемся, у меня все друзья, все семьи, ни с кем не пообщаешься, что там хорошего, а вот семья, ну и что, а человек уходит реально в себя, в себя, а они замыкаются в себе, это факт, я не беру эти посиделки, потому что они там, люди, я сам был в этих семейках, так скажем, после частных, гражданских, ты уходишь в себя, тебе уже, да, это время, это естественно, кажется, на этой земле, ну я лично считаю это немножко неправильно, это каждый чувствует, да, братались, братались, все, двадцать лет, и брат, и брат, и брат, и конец, меня это поражало, мы лет, и ты, я, наверное, переживал такие опыты, какое было разочарование, тоже какое-то от счастья, в детстве такая любовь дружеская, почему и остаются именно друзья в детстве, потому что там какая-то вот эта простота эмоциональная, она сближала, и все, и вы на всю жизнь с кем уже остались, там что же было, куча друзей расходилась, вот она, пожалуйста, а сейчас уже тяжело, сейчас все мудрые, да, в возрасте, заумные дела, работа, кому не звонишь, он не может уехать, ну все, он раб, работа, я не могу, не работа, работа, да, что-то дело обрастает, я помню, знаешь, жизнь стала несчастной, когда я пошел на работу, кажется, вроде, вот, работа, взрослая жизнь, деньги, я стал сам несчастным человеком, я так понимаю, вести, так, как мы жили на этом, в школе, там, вот, кусок хлеба, вроде, какие были интересы, простые, жизнь была более в детстве, действительно какая-то искренняя, там, конечно, своих крестиков хватает, но дело не в этом, я сейчас нам душу, как вам. Народ сегодня злой, прям, ну я не то, что о людях, я и сам такой, вот, а сегодня, видишь, как, надо вот искать вот эту вот детскость и в семье воспитывать, простоте вот в этой, как бы, больше, мне, знаешь, люди многие пишут, ну не многие, некоторые пишут, вот, ой, вы такой открытый, вы такой, знаешь, а я стараюсь быть таким, понимаешь, я ценю это в людях, вот эту открытость, я призываю людей к открытости, не надо ничего себе там, это, мусолить, да, все это, а, я вот это вот подумаю, прежде чем сказать, это говори, от избытка сердца уста говорят, говори, что есть на сердце, а тебе поправят там, ничего страшного, я думаю, ничего, ничего страшного, главное не лукавить. Ты не уехал, не уехал? Да дожди идут, чё, как ехать там, это, там матушка бегает, переживает, а у нас там, чтобы меня там сто метров где-то по грязи, понимаешь, даже меньше, не грязь даже, а трава зеленая, понимаешь, машина едет там, это, скатывет такой, не заедешь, и мы ждем, пока подсохнет теперь. Вот все, давай тогда, с Богом. Давай, с вами, с Богом. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok